Доброго дня и сейчас на канале Самара Гиз выходит программа о животных, а точнее о бездомных животных, собаках и кошках «Хочу домой». Название говорит само за себя. Мы ищем новых добрых хозяев для собак и кошек, находящихся в приютах и на домашнем содержании у волонтеров. Мы не только говорим о проблемах бродячих животных, но и рассказываем о людях, которые помогают этим самым животным найти свой дом. И, конечно, каждую программу в нашей студии мы встречаем гостей и узнаем от них немало важной и, считаю, весьма интересной информацией. Итак, сегодня в студии Татьяна Новикова, волонтер, председатель правления общественной организации ОЗЖИ «Участие» и ее коллега, также волонтер, член правления этой самой же общественной организации «Участие» или просто, как говорят в народе, «Приют-Участие». Ну и расскажите немножко о вашем приюте, исходя из того материала, который мы сняли буквально прямо накануне перед нашей сегодняшней встречей. Ну, наш приют вмещает около 300 собак, небольшое количество кошек, но я считаю, что для Самары это крупный приют, учитывая, что где-то 200, в количестве 200 собак вообще на КВМЖ находится, которые с чечнячьего возраста уже как бы до 15-16 лет доживают в приютах. Да, то есть дома собака меньше как бы проживает. Ну, в наших условиях это так. Скажите, у вас сейчас довольно-таки, да, неплохая территория и весьма большая территория, но все же всех собак вы не сможете принять. Сейчас каково состояние и вообще положение, ну, даже по вашему району? Ну, скажем так, мы приема как такового не ведем, да, входим в положение, если это критическое положение или собачка, которая, ну, мы знаем, что мы за неделю пристроим. Это те собачки, которые используют спросом. Маленькие квартирные собачки, может быть, потеряшки, да, неделю мы передерживаем, как бы две смотрим, постов нет, ничего нет, да, ищем собачку. Ну, там, стерилизуем, кастрируем, прививаем на это время. Вот. А те собаки, которые требуют вольерного содержания или щенки, ну, извините, мы иногда отказываем, практически всегда, потому что стройматериалы очень дорогие, никто не хочет строить. Денег на корм, извините, тоже очень сложно собрать, потому что в день уходит по 8 мешков 15-килограммовых, да. Объем количества животных вы видели. То есть даже мы даем чуть больше, чем положено, потому что не будешь взвешивать на весах каждого. Хочешь, чтобы каждый был сыт, и не было никаких стычек из-за еды. Щенков очень сложно. Вот недавно прямо перед вами подкинули 9 щенков, одного там взяли с дороги, уже просто молча, от безысходности, что люди могут оставить так же и его раздавить через 5 минут, потому что у нас проходимость практически промзона, грузовики, и никто не будет обращать, кто вылезет там из травки. Сложно содержать прививки, дети скулят, пищат, у кого-то что-то не так со здоровьем. Все это приходится поправлять. Ну, это дети. Учитывая, что они быстро растут, их нужно пересаживать. 300 собак, даже 200 собак, если мы 100 убираем, там, патетически, 200 собак. Вы же все равно не справляетесь с таким количеством, и невозможно всех выгулить. К вам приходят волонтеры? Люди, которые могут взять какую-то собаку понравившуюся и выйти на улицу и погулять с ней. Да, есть собаки, которые вольеры выпускаются, и они сами выгуливаются. То есть вот на закрытой территории, которую вы видели, там каждый вольер выгуливается по 30 минут. Это ведется с 10 до 16-15 часов. То есть вот эта вот территория, выпускается вольер, они гуляют, вольеры убирают, то есть наливают воду, потом запускается, другой вольер выпускается. Есть вольеры, которые требуют, ну, грубо говоря, с собаками, которыми мы занимаемся, которые идут на пристрой, которые социализируются, приучаются к поводку. Некоторые команды могут. Если собака спокойная, с которой можно поработать, там, пока гуляешь минут 20, можно какие-то команды различить. Очень хороший блок. Мне понравился блок для, ну, собак-инвалидов, для собак, которые, как вы сказали, со спинальными болезнями. Вот там какие собаки сидят, и как долго они там сидят. И как часто вы можете, и как часто удается их пристроить? Вы знаете, очень редко из-за жалости пристраиваются где-то 1-2% из всего количества. Это просто... То есть вы сейчас набрали собак, все, и пристраивать очень мало, а куда девать остальных вы не знаете? Пока что они остаются в приюте на данный момент. В приюте с 2006 года есть собаки, которые у нас живут и по 15, и по 16 лет. Есть у нас собаки, которые не социализированные. Ирина Викторовна со своей жалостью, добротой, пониманием ко всем проблемам на тот момент в городе сложившейся. Конечно, она брала всех подряд животных и диких, у которых природной дикости, которые до сих пор никуда не делаются. Есть у нас и такие собаки, которые просто пожизненно останутся у нас на подпечении приюта. И приют действительно испытывает острую нехватку в волонтерских руках, в финансовой помощи. В общем-то, вот эту проблему бездомных, безнадзорных животных, все приюты, объединившиеся вместе с администрацией города, с администрацией области, то есть эту проблему возможно решить только совместно, общими усилиями. Один приют это никогда не решит. Хоть мы наберем 500 собак и тысячу, нам их просто не на что будет кормить, выгуливать, вычесывать, то есть делать прививки. Собаки и кошки болеют. То есть какие-то манипуляции мы делаем. Вот, кстати, по поводу манипуляции, кто приходит к вам делать операции по стерилизации и кастрации? Ну, это вот Татьяна, наверное, больше расскажет, потому что она непосредственно... Мы заключили договор с ветеринаром, у которого есть диплом, который повышает квалификацию, у которого уже есть свой кабинет, то есть она сняла помещение, но она приходит к нам, потому что нам это удобнее. Мы набрали какое-то количество собак, то есть наши, иногда мы кураторам помогаем, то есть чтобы взять, ну, сложно, дикую собаку, куда-то в ветклинику, а вот они кормят, а вот чтобы она... Вот забеременела, знает, что нужно как бы... Ну, то есть в каждом приюте должен быть, в каждом большом приюте должен быть свой медицинский кабинет и своя зона реабилитации. Мы как раз, вот наш приют и занимается, то есть снижением популяции, то есть стерилизацией, кастрацией, вакцинацией, то есть мы оборудовали свой медкабинет. Вам удается выпускать собак в ту среду, с которой вы их забрали? На данный момент те собаки, которые попали в приют, они остаются у нас в приюте до приустройства или до пожизненного содержания, так скажем. Те собаки, которые нам привозят волонтеры, то есть кураторы, мы всегда идем на помощь, мы всегда готовы простерилизовать собачку, то есть ее там передержать несколько дней, если, опять же, при условии, если у нас есть свободные вольеры. Всех мы, к сожалению, уместить не можем. Хорошо. Хорошо. Возможно ли вот такая ситуация? У людей во дворе живет собака, ну, одна-две собаки, и они привыкают, потому что это своего рода все равно такая некая, ну, как бы такая охрана, звоночек, который, если что-то совсем чужой человек заходит, собака гав-гав-гав полаяла и все. Возможно ли вот эти люди привезут к вам туда, значит, собаку, и за какую-то там минимальную плату вы ее простерилизуете и отдадите обратно? Да, как раз мы вот этим и занимаемся, то есть мы идем навстречу, мы даже, ну, какие-то там через волонтеров, вот такие вот предложения у нас, потому что, ну, врач приезжает к нам, конечно, он из одной собаки, может быть, ему и не интересно ехать, а когда мы наберем 5-6 собачек, то есть и людям хорошо, и нам спокойнее, что мы тоже несли свою лепту вот в эту вот, так сказать, в беззазорность, чтобы не было беспризорных собачек. Понятно. Ну, вот что мне еще хотелось сказать, что за то время, которое выходит наша программа, мы во второй раз видим, что на территории приюта есть еще и отдельный блок с кошками. Давайте посмотрим об этом сюжет. Общий дом, общая крыша, в этом корпусе приюта тоже живут собаки, однако одну комнату сумели выделить для кошек. Свеженький ремонт, яркие, веселые цвета, стен, на полу капель, диванчик с креслом и все, как полагается для кошек в доме. Здесь же кветки с наполнителем для туалета, всяко разные игрушки и чесалки для когтей. А чтобы места хватило для всех кошачьих обитателей, смастерили для них двухъярусные лежанки, Всем мы хотим найти дом, ну и, соответственно, создать им условия домашние, чтобы не болели они у нас, чтобы какие-то обеспечить им элементарные условия для проживания. В настоящее время здесь обитает 30 кошек. Какая-то часть попала сюда от прежних хозяев, которые ушли в мир иной. Например, этот кот по кличке Барсик остался после смерти своего хозяина, совсем недавно ушедшего из жизни в 82 года. И, к сожалению, родственники отказались брать его домой. И, скорее всего, свой кошачий век он будет доживать в приюте. Кому-то из кошек посчастливилось попасть сюда после травмы, а кого-то просто подкинули в мешке. Несмотря на большое количество кошек на столь малом пространстве, запаха здесь практически нет. Все хвостатые обитатели научены ходить в лотки с наполнителем. Однако достойно содержать их на ограниченном пространстве весьма сложно. Треть кошек приходится закрывать в небольшие клетки из-за их психологической несовместимости со своими соседями. К домашним кошкам очень тяжело организовать здесь пространство, то есть заблуждение, что они попали в приют, и что они, да, здесь они находятся в безопасности, мы за ними ухаживаем, кормим хорошими кормами, следим за их здоровьем. Но, опять же, они здесь все стрессуют, перенаселение, то есть заболевания, все это соответствующее. Поэтому быстрее хотим им всем найти дом. За всем кошачьим хозяйством присматривает постоянный волонтер Оксана, но в момент съемки она была на основной работе. Волонтеры говорят, еще не успев открыть дверь в здание, кошки уже бегут ее встречать. Несмотря на достойный уход в приюте, участие волонтеры надеются, что за этими кошками все же придут добрые люди и выберут себе добрую кошку или кота. Сложно ли содержать кошек в ваших условиях? И кого больше берут, собак или кошек? Ну, по статистике, конечно, кошек чаще берут, потому что все-таки это более домашние животные, они меньше места занимают, с ними поменьше проблем, с ними не нужно выгулять, за ними не такой требуется уход, как за собаками. Конечно, в стены приюта в основном попадают кошки, которые бывшие домашние, которые лишились своего хозяина, и наследникам просто они не нужны. И люди, приходящие к такой просьбе взять кошечек, они думают, что им очень замечательно в стенах приюта, но они далеко ошибаются, потому что все бывшие домашние кошки попадают вот в эту скучность, когда у нас бывает и 30, и 40 кошечек, то есть они между собой делят территорию, то есть у всех различные заболевания, а стресса перенесенного, конечно, они у них обостряются, и нам приходится лечить, лечить и лечить. Ранее было сказано о том, что вы контактируете, или какая-то есть обмен информацией между приютами. Вы сказали, что вы вроде как контактируете или не контактируете с другими приютами. Нет, к сожалению, мы не контактируем. А почему? Ну, как-то так сложилось. А что нужно для того, чтобы хоть какие-то контакты? Вообще нужны ли эти контакты между собой? Ну, по крайней мере, не вести какую-то там внутреннюю вражду такую, хотя бы, чтобы можно было общаться. То есть вот это все-таки есть, да, что там один приют... Есть, есть, потому что все приюты в основном содержатся на боготворительности. То есть очень часто можно услышать от посторонних людей, что вот, а у вас такое-то творится, а вот у них такое-то творится. Это все слухи, извините, приедьте, посмотрите. Если кто-то отдает собачку, они иногда мне пишут, а что там, как там, посылаешь видео. То есть мы доступны, все расскажем, все покажем. Не нужно от кого-то чего-то там черпать какую-то лживую информацию. Во-первых. Во-вторых, мы прозрачны, мы организация, у нас не закрытые двери. У нас, конечно, есть часы приема, потому что мы не можем там заниматься в вольере, бежать, открывать дверь, тут собаки могут подраться. Ну, чтобы не было никаких, грубо говоря, жертв потом, чтобы лечить собак какие-то свои. И приюту, в общем-то, в данный момент очень тяжело, потому что штатных работников у нас нету. Постоянно в приюте у нас находятся каждый день один-два, то есть вот волонтера, и которые вот обеспечивают жизнедеятельность вот этих трехсот собак. В этой связи у меня есть вопрос тогда, родился вопрос в моей голове. Итак, смотрите, значит, у вас не хватает сотрудников, у вас не хватает волонтеров. У нас их нет сотрудников, как таковы. Вы выходите на тендер, вы как-то участвуете в каких-то программах по финансированию. Что для этого нужно? Смотрите, чтобы выйти на тендер, нужны оборотные... Гранты, тендеры, что еще? Ну, гранты можно, да. Очень сложно пробиться. Это, во-первых, технически очень сложно подготовить всю документацию. То есть нужно определенный человек. Нужен определенный человек, который будет этим заниматься. Опять же, на него нужны деньги для того, чтобы он этим занимался. То есть иной раз думаешь, чем прокормить собак. Этот вопрос глобальный. То есть по 15 тысяч нужно, в принципе, приюту в день для того, чтобы он прожил. Прожил нормально. Чтобы не было такого эксцесса, что вот болеет, а что делать? Ну, давайте сами что-то сделаем. Вот. А так по-хорошему. Люди стали помогать в основном частным, ну, как бы физическим лицам, потому что они думают, что вот приютам все помогают. То есть оно содержится на государстве, так же, как и хотят отдать кошечку, собачку. Нате, а вот у нас постоянные звонки, у нас во дворе стая, у нас во дворе щеночки. У вас есть там волонтеры, пусть приедут, заберут. И этим занимается отлов. Мы этим не занимаемся. Опять-таки, не только накормить, нужно содержать вот это все. То есть нужно оплатить за свет, за газ, за вывоз мусора. То есть, ну, вот даже элементарные какие-то те же вакцины, глистогонные средства. То есть все-все требует ремонта. На ваш взгляд, что нужно для того, чтобы все-таки стало меньше бездомных животных, собак и кошек? Вот прямо вот сейчас вот. Сегодня мы начинаем там программу, вот что нужно. Хорошо. Изначально ответственность. Мы говорим, ответственность, это понятно, это все общие слова. Конкретно появилась стая собак. Я звоню, я не знаю, в какую-то организацию. Конкретно, я считаю, что это вопрос решимый, вопрос просто времени, что администрация города, да, она много делает сейчас в последнее время и обращает внимание на вот это вот решение этой программы. Но отдельно все это не решишь, как раз нужно приобщать к этому делу и волонтеров, и приюты. То есть поставить задачи, может быть, перед организациями крупными, на которых территориях как раз и существуют вот эти бездомные стаи, которые дикие. Может быть, как-то с их помощью. То есть нужна поставленная задача, которая должна решаться всеобщая. То есть всеобщая, только мы, возможно, получим какой-то результат через несколько лет. А так просто заниматься отловом, который собачки в основном подходят добрые, а вот эти дикие на заброшенных территориях, гаражах, то есть предприятиях, как они бегали, как они плодились. И эта проблема так будет много-много лет. А если все-таки сейчас люди начнут брать у вас собак, от вас собак, из каждого приюта, ну, хотя бы по пять собачек в месяц, это уже, мне кажется, будет хорошо. Это будет отлично. И вы сможете взять на это место других собак, стерилизовать и отпустить их обратно, чтобы, опять же, не было перенасыщения? Ну, мы это отлов занимается, а мы просто можем принять собачку, принять собачку, которая нуждается, скажем так, во временном доме для того, чтобы найти новый дом, у которого хозяева, извините, ушли, как бы покинули нашу землю, куда-то уехали. По каким-то причинам они хотят от нее избавиться. Ну, пристроить. Сами они пристраивать не могут. То есть, как бы не объяснял, это как бы бесполезно. То есть, вот, возьмите и все. Иначе мы ее отпустим, иначе вот что-то в этом роде. Ну, что ж, я сейчас... И хотелось еще дополнить то, что, правильно Татьяна сказала, что должна быть у нас прописана ответственность за животное, все-таки законодательно. Она должна быть прописана, но, к сожалению, многие, 90%, мне кажется, законы и вот эти все ответственности, они не читают эти все документы. То есть, ответственность, не только, что ты взял животное, что ты несешь за него, значит, за выгул животного, что ты должен убрать за ним, что ты должен привить его, что ты не должен его выкинуть. А если ты его выкинул, то тогда будь добр содержать его до пристройства в приюте, что это не другие люди должны в этом принимать участие в твоей собаке. А раз уж ты ее завел, значит, неси ответственность. Отлично. Итак, сейчас время посмотреть нашу информацию, предоставленную волонтерами приюта участия о собаках, которым нужен новый дом и забота доброго хозяина. Итак, давайте смотрим. Эту собаку зовут Гром. Ему около 4 лет. На данный момент он по своим размерам самый крупный пес в приюте участия. Попал недавно от прежнего владельца, ушедшего в мир иной. Позвонили, связались с сыном. Ну, сын, он не нужен. И, в принципе, ухаживать, кормить некому. По характеру подвижный, но несуетливый. Присутствуют охранные качества. Абсолютно нормальная собака. Готова к знакомству. Ну и, конечно же, чтобы уделяли время. Уделяли время, а не просто сидел. Потому что он любит общение. Он вырос как бы с хозяином, не на какой-то там базе. Вот. Здоровенький. Гром надеется, что за ним приедут и заберут его из приюта в свой дом. Звоните 8-927-686-0790. Метис по кличке Лейла. Ей около 3 лет. Живет в приюте участие полгода. Мы ее подобрали в прошлом году, в декабре месяце, перед Новым годом, числа 25-го, наверное, на улицу города возле магазина, глубоко беременную. Была метель. И она просила у людей есть. По состоянию здоровья дожидаться родов не стали. Срочно прооперировали, после чего стерилизовали. Сейчас она полностью восстановилась и готова пойти в новый дом. Лейла приучена к домашнему содержанию. Прекрасно ведет себя на улице. Социализирована. Добрая, спокойная собака. Готова уйти из приюта к новому любящему владельцу. Эту собаку зовут Люся. Ей около 4 лет. В приюте живет чуть меньше года. Она была хозяйской собакой. Но в силу того, что хозяйка попала в больницу и близких и родных у нее не было, убедительно просили взять ее к себе в приют. Потому что она не в состоянии после болезни ухаживать за ней, гулять с ней, содержать ее. Собака приучена к выгулу и к домашнему содержанию в квартире. На улице ведет себя спокойно, социализировано по отношению к посторонним людям. Люся мечтает, что придет новый, добрый и любящий хозяин. И заберет ее из приюта в свой теплый, уютный дом. Эту собаку зовут Гера. Ей около 2 лет. Она привита и стерилизована. Ей очень нужен новый, добрый хозяин. Приучена к выгулу. Собака бывшая домашняя. Но вот, к сожалению, она оказалась на улице. Собака умнейшая. Это помесь шотландской овчарки с дворнягой, конечно. Но она знает базовые команды. Она у нас дает лапу. Давай лапочку. Вот. Вот такая она очень дружелюбная у нас. Гера готова уйти из приюта в новый, уютный дом к хорошему, порядочному хозяину. Звоните по телефону 8-927-686-0790. Итак, уважаемые любители собак и просто сердобольные любители животных, обратите внимание на информацию, которую мы только что показали. Примите активное участие в оказании помощи приютам разместить собак по новым домам. Сейчас все приюты переполнены. И от нас зависит, какие действия будут в дальнейшем от депутатов Государственной Думы, ну и просто людей, которые занимаются все-таки принятием законов, законодательных актов и так далее. Если мы не возьмемся и сообща не будем помогать решать эту проблему, и в частности в обустройстве собак из приютов по домам, то, к сожалению, волонтеры и сотрудники приютов не смогут продолжать отлов и стерилизацию бродячих собак, ну и в том числе принимать, наверное, этих же собак на своей территории. А значит, их будет все больше и больше, что может привести к собачьему коллапсу на улицах нашего города. И тогда жестких мер по решению этой проблемы нам уже не избежать. Возможно ли, следующий вопрос, возможно ли эвтаназия все-таки вот в таких условиях, если вдруг еще и еще больше будет собак, ну или эвтаназия агрессивных собак? Ну агрессивных возможно. Возможно. Ну я считаю... Кто будет определять агрессивно-неагрессивно? Вот это вопрос, да, потому что под одну гребенку сейчас будут все. И у нас общество как? Один закричал, все поддержали. То есть они не понимают, что такое агрессивная собака. Может быть, ее спровоцировали, может быть, у нее болевые какие-то синдромы, а к ней подошли, что-то с ней начали делать. То есть нужна оценка специалиста. Это ветеринар и кинолог. Опять же, общественные инспекторы, которые вот сейчас у нас получили как бы удостоверяющие удостоверения свои, то есть они пока что на данный момент не действуют. Но есть общественный инструктор, да, есть человек, который все-таки не понимает, что такое агрессивно. То есть они не понимают вот этой вот даже ответственности, возложенной за них, и надежды, может быть, и волонтеров, и администрации, которые, в общем-то, они тоже сейчас должны в это активно принимать участие. Коротко, коротко. Время заканчивается. Совсем недавно произошла трагедия. Это очень объемная тема. И рассуждать о ней можно много. Ваши комментарии. Ну, в первую очередь, мы так понимаем, что это про южный город. Конечно, это соболезнование семье. Конечно, женщины очень жалко. И такого не должно быть на улицах нашего города. Но, опять же, это все связано. То есть проблема решения, она все только взаимосвязана. Решится она со временем. Очень много сейчас в обществе вот этих вот негативных настроек против собак. Да, бегут они. Ну, вспомните, в 80-е годы, в 90-е всегда бегали. И в каждом дворе в детстве были у нас бездомные эти собаки, которых мы все любили. Но не так много все равно. Ну, может быть, не так много. Проблему нужно решать. Да, те же дикие собаки. Программа должна быть у СВВ. Но, может быть, и строить приюты, и как раз вот там и содержать вот таких диких, безнадзорных, которые, чтобы они не представляли угрозы для общества. А может, все-таки стерилизовать и отпускать собак? Если адекватно. Нужно найти золотую середину. Потому что мы всех собак не возьмем в приюты. Это огромное количество приютов. И государство не будет содержать все это 15 лет, 10-15 лет. Ну, и опять же, это, то есть должны подключаться средства информации, не только ваши телеканалы, да? То есть это должны быть федеральные каналы, где должна быть идти программа о стерилизации, то есть о пропаганде. Понятно. В общем-то, это должно быть с детского сада, воспитано нашими гражданами. Ну что ж, большое спасибо. И так наша программа завершилась. Еще раз обращаю внимание, что все видео, что все видеовизитки есть на нашем сайте телеканала «Самара ГИС». Чтобы вам было проще искать, мы саккумулируем их в один информационный блок, и вы сможете выбрать себе собаку по характеру и внешним данным. Звоните мне на номер 8-927-686-0790. Я вам предоставлю всю информацию по собакам, которые хотят домой. Ну, а мы говорим вам пока. До свидания. До следующего эфира. С вами были мы, программа «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС». «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС».